Условия труда были просто невыносимо ужасными. Мало того, что не давали работать более 8 часов в день, так если ты еще и оставался, не дай бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату. Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые, чтобы все было как в концлагере. Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко. Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив. Короче, издевались, как хотели. Верхом цинизма, конечно, были 13-е, 14-е, а кое-где и 15-е зарплата. И если от 13-е еще можно было как-то отвертеться, попав, например, в отрезвитель или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты за выслугу лет у рабов не было ни единого шанса. Субботу и воскресенье просто наглым образом закрывали заводы, чтобы, не дай бог, кто-то не приперся на работу. Исключение составляли только предприятия с непрерывным производительным циклом. И те редкие счастливчики, которые работали на них, все же прорывались на работу в выходные дни. Кроме того, эти бесчисленные медицинские осмотры на работе, которыми проверялось, достаточно ли интенсивно эксплуатируются рабы на предприятиях, но советской власти было мало издеваться над народом на работе. Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в дома отдыха, профилактории и туристические базы, чтобы и там продолжить свое черное дело. Уже в виде пыток, четырехразовым питанием, массажем, душем шарко и прочими практически гестаповскими процедурами, измученные и обессилевшие люди надеялись, что хотя бы вечером их оставят в покое. Но не тут-то было. Вечером начинались уже моральные пытки, танцы, массовик затейник и прочие ужасы, которые сейчас нельзя даже представить. Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды. Мало того, что детей учили насильно, так еще и требовали, чтобы они делали домашние задания и отвечали на уроках правильно, оценивая в баллах, сколько кто рост получит после уроков. Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионер-лагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам. Попав в кровожадные лапы пионер-вожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом. Их мучили спортом, конкурсами, кормили четыре раза в день. В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети. И наглое, циничное советское государство еще и заставляло платить родителей за все это, от 8 до 12 рублей за смену. В конце смены измученные и обессилевшие дети приезжали домой. Обожженные солнцем – это пытки на пляже. Вытянувшиеся, они, даже не взглянув на еду, бежали во двор, чтобы обменяться с друзьями мнением о том, чей лагерь был самым жестоким и невыносимым. В общем, нет прощения советскому государству за то, что пережил советский народ и советские дети.